4 года. Это еще не все, только результивные части. 159-й федеральный закон вступил в действие в 2009 году. По сути, предпринимателю нужно было выкупить арендуемое имущество и работать дальше, создавать рабочие места, платить налоги. Вместо этого предприниматели города Абакана погрязли в судах. Пройдя многочисленные суды, удалось охленить выдуманные администрации перечень. 18 ноября 2013 года решение Абаканского арбитражного суда первой инстанции обязать подписать договор на продажу помещения. Причем оценку сделать на 2010 год. Почему на 2010 год? А потому что на момент нарушения права Башуна, то есть было нарушено право в 2010, будьте добры, сделать оценку на 2010 год. Мы убедили суд первой инстанции. Но для нашей администрации ни прокуратура, которая помогала нам убирать перечень, ни суды арбитражные профессионалы, ни авторитет. Они сами себе авторитет. Государственная программа для них не авторитет. То есть не хотим оказывать и не будем. А чем они прикрываются? А вот потому что дыра в бюджете. Так вы столько лет у власти, что ж вас дыры-то в бюджете? Ну, латайте в конце концов. Но не за счет предпринимателя. Более того, если за счет предпринимателя дайте эту преференцию, которую дает федеральный закон, отдайте предпринимателю, он создаст рабочие места, заплатит налоги и латайте дыры в бюджете. Понимаете, вот этот чиновничий беспредел, рэкет, который мы на себе ощущаем, он утомляет, он разлагает общество. Неудивительно, что наши соседи вышли там на баррикады. Зачем раздражать общество? Вышел федеральный закон, есть федеральная программа. Будьте добры на местах, не раздражайте народ, а помогайте им. Предпринимательское сообщество – это часть общества. И в этом мире не только чиновники живут, а живут еще и люди, которые созидают, работают, в том числе пополняют бюджет. В конце концов, чиновники получают зарплату из бюджета. А создает этот бюджет не чиновник. Вот его вопрос – государственную программу услышать, все сделать и помочь предпринимателю, но уж точно не ставить препоны. Что удивляет? Суд вынес решение оценку сделать на 10-й год. Производили три оценки, три. Официально суд рассматривал две. Ну, это формальности АПК, я не буду о них говорить, никому не интересно. Две оценки анализировал суд от и до. Два разных оценщика, совершенно с разных СРО, оценили плюс-минус 70 тысяч. Оценку сделали. И администрация города пишет «Красноярск», они недовольны. То есть оценок сейчас будет столько, пока, знаете, как набивало. Раз, два, три, четыре, пять. А надо 10, нет, не подходит. Раз, два, три, четыре, семь, не подходит. Надо 10. Раз, два, три, четыре, восемь. Уже ближе к цели, но не подходит. Вот, анекдотичность ситуации. Четыре года предприниматель не может выкупить помещение 65 квадратов. Понимаете? А в 2000 году у него заканчивается аренда. Ну, может быть, это такая цель, которую они просто не хотят озвучивать. Приходит, значит, не нравится им, что на 10-й год. Хотя нарушить право они могли, когда создавали этот злополучный перечень. То есть это нормально, да, как для субъекта права, а мы же равные субъекты, да, только они, извините, публичные субъекты, а мы как бы сами по себе, да. Вот. Они зачем могут нарушить право? И потом говорить, ну, перечень-то отменили в 12-м. Ну, создали-то вы его сами. Ну, вы свою ошибку, ну, вот сделал ошибку, исправь мне ее. Ты же государственный человек, ты же чиновник. Вы же администрация. Вы обличены чином. Не от слова чинить препятствия, а от слова, ну, пользу приносить на своем месте. Едут во вторую инстанцию. Еще смешнее начинается. Значит, им не нравится, что они хотят не на 10-е годы, чтобы на сегодняшний день, потому что договор подписывается, это договорной спор теперь уже. И все вот эти суды были то по перечню, то по сроку, то по договору. То есть еще можно море придумать. И пока позволяет, да, полет мысли юристам сделать. Предприниматель, он же не юрист. Он просто защищает свои права. И, кстати, не складывает в себя своих обязанностей. Пока мы защищаем свои права, аренда-то капает. Бюджет-то ничего не теряет. А значит, и чиновник ничего не теряет. Ну, я прямую связь не делаю между бюджетом и чиновником, но, тем не менее, при этом страдает только предприниматель. Мы едем во вторую станцию в Красноярск. Еще смешнее начинается. Администрация города в лице, значит, юристов заявляет те доводы, которые не заявлялись в суде первой инстанции. Вот интересно, наши бы доводы принял бы суд? Я ничего не хочу сказать, потому что суд состоится 27 февраля 2013 года. Что интересно, что 27 февраля 2010 года Башуну было отказано в осуществлении своего права. И вот вторая инстанция должна либо поставить точку, либо развить эту тему дальше. Это вопрос государственной важности, я считаю. Нельзя постоянно вести спор со своим же обществом, с которым ты должен сотрудничать, которому ты должен помогать. Еще раз говорю, суды так долго длятся, потому что вот эта машина государственная, долгая, она, ну, как бы, закон не настолько урегулирован, чтобы однозначно сказать нет или да. И поэтому очень многое зависит от чиновника, который на месте, ну, считается, что должен быть, ну, настолько правильно организованным понимать, что мы общество, и что мы должны друг другу помогать, а не мешать. Не судиться, не содержать огромные штаты, а просто помогать предпринимательскому сообществу, потому что это самостоятельные люди, которые сами работают, дают заработать другим. Так вот, во второй инстанции. Они подают документы во вторую инстанцию суду, которые не предъявляли в первой. Тут они захотели, взяли один из отчетов, направили на рецензию в Москву, заплатили 30 тысяч. И она об этом так спокойно говорит. Вот нам пришлось. Едет юрист в Красноярск, живет в гостинице, дорога, вот едет уже по одному нашему только делу второй раз. 30 тысяч там, 30 там, 30 там, вот тебе сотни, что ты воспариваешь? Что ты воспариваешь? Для чего ты это делаешь? Можно ли амбиции? Вот у меня вопрос, можно ли амбиции чиновников оплачивать из городского бюджета? И при этом другие органы власти видят это или нет? Вот прокуратура нам помогала. Она видела нарушение наших прав. Суд первой инстанции досконально разобрал все и принял решение, что да, срок нарушенного права, момент нарушенного права и совершенно разные отчеты дают одну цену. Ну, я думаю, там суд принимает во внимание юридические какие-то факты и все остальное. Суд решение свое принял. Сейчас вопрос за второй инстанцией. Ну, вот существует такое мнение, что мало надежды предпринимателей на все эти инстанции. Вот существует такое мнение, потому что есть опыт решения дел. Ну, вот посмотрим. Следующий наш разговор будет тогда, когда у нас будет на руках решение второй инстанции. Очень надеемся на компетентность, на профессионализм и на то, что все-таки определенные органы власти должны мыслить государственно. Продолжение следует...